Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Поговорим насчет моего альбома, что, что и как, насчет отзыва ваши, пожелания и так далее. Значит, Владислав Исаев, специалист по музыке, по обработке и так далее, и так далее. Что он говорит? Слушал музыку. Музыки. Отлично. Единственное, они на разной громкости, некоторые особенно ближе к концу, надо будет покрутить. Значит, я выровнял, вроде как, громкость, но это, как бы сказать, фоналкаты. Значит, что он тут? Я вот тут все придумаю, имена для студии. Или думаю, остановится на... А, это он в своей студии. Название такое. Хедоник аудио. Может объяснить, как сочетание слов хедоник, которые относятся к удовольствию или наслаждению, и аудио, которое относится к звуку или музыке. Вместе, название предполагает сосредоточенность на создании звуковых впечатлений, о чем, чем я, можно сказать, и занимаюсь, которые не только высокого качества, но и приятные, и понятные для слушателя. То есть, он дал одобрение. Кстати, именно он обработал мою... Да, и музончик, значит, сделал, по-моему, заказу новогодние песни. Итак, отзывы об альбоме. Ольга Нестерова. Мне понравились музоны. Не напрягают, не мешают думать. Некоторые расслабляют, бодрят. Хочется слушать. Это самое главное. Что хочется слушать. Ольга Нестерова. Ваши композиции уникальны. Возможно, они смогут оздоровлять людей, как медитации или в виде танцевальных движений. Мне думается, что у них есть будущее. Хорошо. Вадим Лагрин. А некоторые и для дыхания, и счастья годятся. Забегая вперёд, хочу сказать, я поработал над альбомом ещё. То я просто выставил эти песни, ну, эти композиции, как угодно там они были. Сейчас я вроде скомпоновал в одну сторону и в другую сторону альбома. А в одну, так сказать, медленная, а в другую более там быстрая. Артём Фёдоров Малахов без привлечения талантища. Этот факт неоспоримый. Недаром говорят, что талантливейший человек, талантливый во всём. Александр Руссольцев. Геннадий Петрович, спасибо за альбом музыкальных произведений, под которые я делаю суставную гимнастику. Хорошо. Наталья Эльриш. Хочется слушать и не раз. Это я точно возьму для физических упражнений. Хочется всё назвать необычно. Я думаю, что Бетховен или Шопен, зная современные технологии, не сидели за своими аппаратами, а также воспользовались программой. Но в любом случае, знаете, одно дело, ты слышишь музыку, и можешь играть на инструменте, и ты её переносишь. А вот я не могу играть на инструменте, поэтому мне приходится, вот допустим, дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум, грубо говоря, а как это всё вот сыграть, вот для меня это проблема. Поэтому я там беру примерно те, которые мне созвучены, и пользуюсь. Если альбом оформить, он хорошо пойдёт в массы, но будем пытаться. А если учесть ещё, то, в каком состоянии его создавали, люди будут наполняться позитивом. Ну, в основном, мелодии действительно такие, как бы сказать, чтобы был позитив, особенно такие медленные музончики. Это, можно сказать, одна из таблеток антидепрессанта. Вот так там. Да, очень круто. Музыка мощно насыщена энергетикой, задевает, волнует, возвышает. Этому есть место существовать. Благодарю. Кот-бегемот. Три пальца вверх поднял и сто процентов поставил. Маргарита. Палец вверх. Александр Усольцев. Ваши композиции уникальны. Возможно, они смогут оздоровлять людей, как в медитации или в виде танцевальных движений. По крайней мере, знаете, вот насчёт музыки, возможно, сложно сказать. Это вот лично я. Знаете, у каждого человека есть своя там чуйка. А вот что касается стихотворений, стихотворений, вот тут это сто процентов. Это можно использовать как волевые настрои, утверждения и так далее, и так далее для работы со здоровьем и прочее. Мега, классно. Генеша. Георгий. Вот интересно, Георгий пишет в комментариях, все даёт названия музыкальных композиций. Мирские. А мне думается, в формате этого канала нужны названия, по которым будет понятно, какое влияние оказывает конкретно музыка на человека. Это очень хорошее замечание, Георгий. А из названия альбома может быть понятно, кто создал эту музыкальную композицию. Я так думаю. Ну, вот и у меня слаживается как бы название альбома так «Мои первые музоны». Ну, это моё название. «Мои первые музоны». Вы там предлагаете другие. Давайте, как бы сказать, мы попробуем так сказать, обосновать, разобраться, что к чему и, как говорится, прийти к общим изнаменателям. «Данка Данков». Значит, первая композиция «Нету, берите колокольчик». Вторая класс «Назовите её новый день или новая жизнь». Третья «Раслабончик». На гитары не всегда в такт попадают. Ну, тут уж какой сочинитель. Четвёртую можно сделать более динамичной. Ей первый такт задал динамику, её нужно развивать. Ну да, она как бы сказать вот так раз, а потом перешла на это. Вот мне показалось, что такое уступление, как бы сказать, вот такое моё мнение. Пятое нет однозначно. Пятое нет однозначно. Над шестой нужно поработать. Как говорится, согласен, над всем надо поработать. Что-то в ней есть. Седьмой больше скрипки, динамики нужно. Ну вот на скрипках я, видите, не играю. И вот это я понимаю, что там, как бы сказать, можно сделать. но я, видите, ограничен программой, то есть владение программой у меня вообще примитивнейшее. Вот готовое есть, готовое я вставляю. Если нету такой скрипки, а я чувствую, что вот она должна вот так звучать, а такого нету, значит, я что-то вставлю похожее или не похожее. Ну тут так. Так, восьмая хорошая, но рояльные звуки лишние, восьмой надо хорошо поработать, девятая хорошая. Ага. Все. И теперь варианты названий композиции. Мфишка, как задала, так сказать, стандарт, так задала. Первая она назвала композицию «Раннее утро в Кентукки», Куни «Пешая прогулка», Кот-бегемот, Кот-бегемот. Вторая композиция «Дыхание космоса», Вадим Лагрин «Натуропатическая экспрессия», Куни «Вода символ жизни». Значит, Данка на вторую, «Новый день или новая жизнь», третья, «Блюз морского бриза». Вадим Лагрин, третью композицию «Преображенный полдень», «Утренняя или вечерняя прогулка», Кот-бегемот, третью, «Размышления», четвертая, значит, фишка «Загадочная вечность», Вадим Лагрин «Просыпающаяся природа», Софья Водян «Модная копель», Кот-бегемот «Пробуждение весны», Сергей Матвиенко, четвертая, навевает мысли, заставляет задуматься, Куни «Я в полете», пятая, «Мфишка», Джунли «Знойный полдень», Кот-бегемот «Подножье гор», Софья Водян «Борьба за жизнь», Вадим Лагрин «Дыхательная», Куни «Фантасмагория», Данка «Пятая» не означает, однозначно, значит, «Пятая» ему не понравилась никак. Кстати, я посмотрел, но я пятую тут вставил на вторую сторону. Шестая, «Мфишка», «Звездная ночь», где-то под небом Камчатки, а Данка ее рекомендует доработать. «Бегемот», Кот, «Колесница бога Ра», объезжающая свое владение, Вадим Лагрин, «Медленная рапсодия», Куни «Сумбур», Седьмое, «Завоевание эры античности», это фишка, Вадим Лагрин, «Локомотив здоровья», Софья Водян «Шахматные струны», или «Тумба и шумящий калькулятор», вот так-то, Кот-бегемот «Биоритмы». Восьмая, «Розовая рыбка в голубой лагуне», это фишка, Софья Водян, «Воспоминания перезапуск», Композиция «Восшаги в будущее», Кот-бегемот «Беспокойство», это Вадим Лагрин, «Вшаги в будущее», Куни «Обыденность», Данка, восьмая хорошая, но рояльные звуки лишние, восьмое надо хорошее начало, надо этим, начало хорошее, но надо этим поработать. Да, как бы сказать, бывает, что творческий пыл истощается, и знаете уже это. Хотя, всё-всё правильно говорится. Значит, девятое «Солнце над нами», фишка, Данка девятая хорошая, Софья Водян, детство взрослого мужика, Кот-бегемот «Танцующий ветер», Куни, давайте потанцуем. То есть, вот она, это, как бы сказать, общий знаменатель. Девятое, это у нас идёт как на танец. Десятое, дискотека на далёкой, сиреневой планете, фишка, Вадим Лагрин, спокойствие, здоровье, Софья Водян, оркестр в трамвае, с сиденьями от самолёта, Кот-бегемот, сталактиты и сталагмиты, Куни, как всё надоело. Одиннадцатая, фишка, когда расцветает лотос, Вадим Лагрин, пробуждающийся ритм, Кот-бегемот, морская рябь, морские волны и ряб реки. Интересно. Куни, усталость, двенадцатого, предчувствуем фишка, Лагрин, Вадим, Космические ходики, она мне наиболее нравится, так, кстати, как раз она большинству понравилась, Ирина, Погружение в пространство, Кот-бегемот, бег времени, Куни, Часы-ходики, то есть, интересно, на часы, вот, двенадцатая песня, как бы сказать, склоняется к такому названию, но вы еще, так сказать, поголосуйте, обоснуйте, как бы сказать, и назовем. Тринадцатая, фишка, Космос, Кот-бегемот, Северное сияние, Куни, время неумолимо, четырнадцатая, фишка, пространство между небом и землей, Кот-бегемот, композиция, так, пятнадцатая на паровозике в детстве, а знаете, пятнадцатая на паровозике в детство, а она, оказывается, повтор, по-моему, со второй, видите, как, только один Сергей, Матвенко, повтор, усек, а хотя еще был повтор, слушайте не совсем внимательно, или такие музоны, что они тут это, так, на паровозике в детство, так, Людмила Хаппи присоединяется, значит, это пятнадцатая композиция, а, все это, мы ее убрали, это повторы, шаманский танец, в честь солнечного дня, фишка, это шестнадцатая песня, Кот, Чудеса Востока, Куни, Индийский мотивы, Сергей Матвиенко, шестнадцатая, Здравствуй, дядушка Китай, Илья Лао Цзы, на веселе, шестнадцатую я не включил, она как-то выпадает из, из темы этого альбома, она, возможно, войдет в какой-то другой, более, более восточный, Софья Вадян, шестнадцатая, танец в оранжевых костюмах, монахи-шутники, восточные обряды, семнадцатая, амфишка, Летний ливень, хорошее настроение, это, это, наверное, Вадим Лагарин, или Кот-Бегемот, восемнадцатая, амфишка, отгадай загадку, Кот-Бегемот, земное бытие, девятнадцатая, амфишка, сказка, рассказанная на ночь, Кот-Планета-Инопланетян, двадцатая, кантри, утром, вечером, днем и вечером, мфишка, Кот-Улыбка, Фокстрота, и Сергей Матвиенко, где же вы новые подковы, большой шутник, Куни, вечер у аборигенов Америки, Софьи Водян, о, чё-то, двадцать первая, мфишка, мир воздушных шаров, Кот-Бегемот, пробуждение, двадцатая, танец во вселенной, мфишка, Кот-Бегемот, вселенский бульон, похоже на вселенную, что-то тут всё это, Софья Водян, Кажурабамбука, двадцать третий, неоконченный твист в океане, хорошее настроение, Кот, и Софья Водян, затейник, название Музона, следующие были, эта мфишка, она тут сразу много, Музыка моей души, светлый альбом, путешествие внутрь себя, так, красиво, получила огромное удовольствие, спасибо, от мфишка, Адельга, название альбома, Палитра, Софья Водян, название альбома, тоже Палитра, Куни, назвала музыка моей души, Кот, бегемот, ритмы космоса, или музыка сфер, а может, ноосфера, но мое, так сказать, мои первые музоны, вот, попробуем, как бы сказать, скомпоновать, лучшие композиции, Артём Фёдоров, со второй фанатею, больше остальных, как-то цепляет прядь, далее он продолжает, для меня, вторая, четвёртая, мелодия фавориты, не приедается, и универсально, как-то схожи, мои энергетики, и воспринимается, что ли, наиболее лечит, как будто, и в то же самое время, вдохновляет, и расслабляет, Артём Фёдоров дальше продолжается, в целом, мне все мелодии понравились, вторая мелодия, чуть сильнее остальных, цепляет, вполне можно использовать, как самостоятельное, мини-произведение, если кто-то замечал, я как раз то, что я сочинял, из всего вот этого, я отрывочками, делал такие заставочки, музыкальные, компоновать и видоизменять, как-то не вижу смысла, ага, ну, я вот, попробовал, первую сторону диска сделать, альбомы, вернее, и вторую сторону, одна так, более медленно, другая, более динамичная, такая, так, Сергей Матвиенко, говорит, шестая, релакс, в чистом виде, бегут мурашки, не мысли в голове, не беспокойство, просто двигаешься, так, далее он продолжает, пишу сразу по ходу прослушивания, первая композиция нравится, вторая, это вообще шедевр, так, по третью танцую, восьмой расслабляет, навевает грустинку, одиннадцатая, джаз-бенд, мурашки бегут, девятнадцатая, релакс, хочется сидеть в мягком, удобном кресле, с закрытыми глазами, и ничего не делать, и не шевелиться, надо же, все, веник из рук выпал, хайжина подметает, далее, двенадцатую, надо слушать, перед спортивными занятиями, помогает собраться, и сосредоточиться, настраивает на свершение, мурашки, перед утренним бегом, буду слушать, напоминает, об эстетичности жизни, еще что-то не могу сформулировать, прослушал два раза, о трудностях, которые надо преодолеть, пробирает до костей, я давно такой музыки не слушал, похоже на Энигма, ну, это уж, как бы сказать, супер-супер, так сказать, похвала, ну, у каждого свое, так, двенадцатая композиция, самая чумовая, это он все продолжает, я несколько раз переслушивал, Вадим Лагрин, значит, двенадцатая композиция, космические ходики, мне она наиболее нравится, она заставляет думать о времени, Софья Вадян, двенадцатая, в отъезде в город, Артем Федоров, согласен, Сергей Матвиенко, у меня такие же ассоциации, с данной, двенадцатая композиция, двенадцатую композицию, я, по-моему, сделал, наверное, первой, на первой стороне альбома, назвать быстротечность жизни, далее, Сергей Матвиенко, пятнадцатая, повтор двенадцатая, видите, он нашел, но там еще, по-моему, двадцать какая-то, вторая, повтор какой-то, так, значит, очень нравится, двенадцатая, это лидер, хорошо, и этот лидер, я как раз поставил, по-моему, первый, то есть, мне хотелось узнать, какая больше всего, нравится композиция, естественно, с этой композиции, и начать альбом, Сергей Матвиенко, после бега сижу, пью компот, и прослушаю двенадцатую композицию, не только, за ней и все остальные, это же, ведь негалимая попса, это классная музыка, очень нравится, Куни, четырнадцатая, понравилась, Софья Вадян, семнадцатая, и ей, красивые машины, город Высотки, еду с ветерком, Артём Фёдоровым, семнадцатая, тоже показалось, понравилось, Георгий, мне больше нравится, первая, седьмая, восьмая, двенадцатая, четырнадцатая, девятнадцатая, двадцать первая, двадцатая, Сырей Матвиенко, двадцатая, будьте внимательны, и серьёзны, сейчас начинается самое главное, Кот Бегемот, мне понравилась музыка, что-то больше, что-то меньше, но её можно слушать в машине, на отдыхе дома, Куни, девятнадцатая, утро напоминает, вставать не хочется, пусть волшебная ночь, Софья Вадян, в первой мелодии есть звоночки, как что-то, колка новая, это то, что я могу искать в рук музыки, но эта мелодия больше пробуждает мозг, что ли, и сочетание звуков, приятно, именно вот как раз, чтобы было приятное сочетание звуков, а там уж как получится, ну вот, вот, видосики первого части альбома, второй части альбома, я сейчас выложу, вы ещё разок пройдитесь, просмотрите, выскажите своё мнение, и, как бы сказать, начнём дальше работать, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok